Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. Сегодня с нами Андрей Школьников, корпоративный аналитик, стратег, геостратег. Андрей, здравствуйте. День добрый. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber, плюс 7903, 170-6363. Сюда бесплатно можно писать. Ну, так как наш главный геополитический оппонент упорно продолжает ставить нам палки в колёса, собственно, иного мы и не ждём, потому что стратегия их была сформулирована давным-давно, и нет никаких показаний для того, чтобы она изменилась в ближайшем будущем. Как хочется надеяться, что абсолютным большинством мы, наконец, усвоим эту простую мысль в ближайшем будущем, потому что ощущение ещё не до конца, всё осознание. Ну, ладно, это совершенно другой разговор, не будем отвлекаться, но, тем не менее. Я к тому, что интересно поговорить о стратегии США. У них всё тоже не так просто однозначно, поэтому давайте разберём по порядку. Вы, Андрей, предложили мысль интересную относительно стратегии США, как государства отцов-основателей, а не конгломерата транснациональных компаний. Сегодня у многих в сознании здесь всё перепутано, поэтому, мне кажется, будет весьма полезно расставить всё по своим местам и по полкам. Да, имеет смысл разделять и понимать, что не все кошки одинаково чёрны. Не в том смысле, что они какие-то лучше, какие-то хуже, а то, что у них есть зазоры во взглядах, в понимании. И то, как мы смотрим на Америку и представляем себе её историю, её политику неизменной, ну, ориентируясь на текущий момент, это не всегда так было. И, в принципе, были шансы, что это изменится, да и остаются. Давайте понимать, что в середине 70-х годов Соединённые Штаты, как государство, как страна, фактически было взято под контроль транснациональными компаниями. То есть вот компании, то, что мы сейчас наблюдаем, инвестиционные банки, финансовые структуры, громадные компании, это всё не привязано к Соединённым Штатам настолько сильно, что без них жить не могут. То есть эти компании без проблем могут перебраться в любую точку мира и замечательно там существовать. Соединённые Штаты – это для них территория, где у них находится штаб-квартира, но нет такой необходимости именно там жить. И часть элит стали уже не американскими, а мировыми. То есть это такие кочевые элиты, которые готовы жить по всему миру, им без разницы, где находиться, и их интересы и интересы Соединённых Штатов как страны долгое время совпадали. А сейчас произошёл раскол. То есть последним президентом Соединённых Штатов, который был президентом фактически государства, а не ставленником финансовых интересов, это был Никсон 1969-1974 год. С тех пор все президенты вплоть до Дональда Трампа больше ориентировались на интересы транснациональных финансовых компаний, корпораций, банков, чем на интересы собственной страны. То есть та страна, которая изначально была Америка отцов-основателей, она точно так же, слово оккупировано не совсем актуально, но была взята под контроль финансистами. Если дать образ, представьте, что были люди, которые владели какими-то заводами, предприятиями, они производили, они после Второй мировой войны 50% производства и спроса, практически 50% контролировали. То есть это была громаднейшая страна, которая производила и потребляла много. И в какой-то момент времени начался кризис 70-х годов. Чисто объективный, понятный и не понимая, что делать, часть активов, часть управления были переданы наёмным менеджерам, финансистам. Ну как вот взяли активы, внесли в большой холдинг. И в этом холдинге жизнь была, прибыль приходила, люди потихонечку отходили от управления, и в какой-то момент случилась странная ситуация. Они вдруг поняли, что практически ни за что не отвечают, ничем не управляют, ничем не владеют. Поскольку в рамках этого холдинга они начинают терять даже контрольный пакет. И они попытались изменить ситуацию. Собственно говоря, Трамп, это и была попытка перехватить, это была попытка, когда он говорил, «Америка грейнт и гейн», «сделаем Америку опять великой». Это была идея вернуть ту Америку отцов-основателей, которая была. То есть это была попытка спасти Америку от превращения в часть глобального мира. Не в том смысле, что Трамп был хороший, и он хотел, чтобы России стало хорошо, Китаю хорошо, Индии. Да нет, конечно. Смысл в том, что он хотел точно так же от поглощения глобалистами, которые вот мы сейчас наблюдаем, у которых нет ни религии, ни нации, ни культуры, которые все готовы жить, вот единый мир общих человеков, он хотел вырвать Америку. То есть это был вставленник вот этих вот структур. Когда мы начинаем описывать стратегию Соединенных Штатов, мы должны четко понимать, что есть стратегия транснациональных корпораций, есть стратегия промышленных, условно, промышленных элит Соединенных Штатов, которые как раз привязаны к стране, для которых на первом месте стоит сначала страна, а потом мировое господство. А не мировое господство и страна. То есть если транснациональным компаниям, им без разницы, Если в Соединенных Штатах начнутся бунты, если начнет гражданская война вырезать население, им без разницы. Они себя защитят, они быстро в течение нескольких месяцев переберутся в Австралию, в Британию, в Европу, да в Латинскую Америку, куда угодно. Им без разницы, где жить. А часть элит, которые привязаны к стране, им как раз было важно это жить. И вот это вот столкновение, с одной стороны, интересов Америки как национального государства, а с другой стороны, как транснациональных компаний, мы наблюдали последние годы. То есть, та Америка, которая, ну, Америка отцов-основателей, это Америка ВАСПов, белые англо-саксонское большинство. Вот это их традиции, их культура, то, к которому мы привыкли, мы привыкли к той Америке. А сейчас транснациональные компании, которые с Джо Байденом фактически перехватили контроль, не полностью, но и довольно сильно перехватили, они начали разрушать ее. То есть, государство Америки просто разрушается. Поскольку вот БЛМ, все меньшинства, это все идет на уничтожение протестантского белого населения, культурное уничтожение. Давайте тогда еще отдельно сформулируем эту важную мысль про транснациональные корпорации. Выходит, что в сухом остатке, где бы они не располагались, где бы они не укоренились, по большому счету, эта философия такая, без роду и племени, и после нас хоть потоп, ну, в том смысле, что люди не интересуют, гори все синим пламенем, для нас важен только наш капитал, его сохранение, преумножение и извлечение прибыли. Все остальное – это материалы, ресурс для извлечения этой прибыли, а следовательно, транснациональные корпорации всегда будут противоречить, их цели будут противоречить целям национального государства. Так получается? Абсолютно. Им без разницы, где прописана штаб-квартира. Наличие штаб-квартиры на этой территории всего лишь означает, что несколько тысяч, ну, десятков тысяч топ-менеджеров с семьями перебираются на эту территорию и здесь живут. То есть, транснациональные корпорации, этот бизнес всегда враг любого национального государства. Им не важно, где производится, конечно. Их цель – сесть на поток торговый. То есть, мне, как транснациональная компания, без разницы, где произведено. В Японии, Китае, Соединенных Штатах, Европе, Бразилии, России, без разницы. Вот есть завод, который произвел. Я на этом заводе размещаю заказ, мне не важно, кто его производит, кто владеет этим заводом. Я выбираю из него все деньги, не оставляя там прибыль. Я, как монополист сверху, диктую свои правила. Дальше этот товар перепродаю, везу там в другой конец мира, или даже через забор перевожу, продаю. Но вся наценка, вся прибыль идет мне, как транснациональной компании. Я вывожу эту прибыль, она не остается на территории. А глобализация – это всегда тождественно интересам транснациональных корпораций? Вот как соотносятся эти два понятия и явления – глобализм и транснациональные корпорации? Нет, конечно. Вариантов глобализма, глобализации может быть много. Условно, тот же Коминтерн был леволиберальным глобалистским проектом. То есть мы в рамках, в интересах всего общего человечества на левых принципах тоже планировали объединиться. То, что мы наблюдали сейчас – это праволиберальный глобализм. То есть глобализация – это глобальный мир для избранных. Не для всех, для избранных. А леволиберальный мир, который был как раз Коминтерн, то есть не Советский Союз, это был все-таки левоконсервативный сценарий. То есть нужно четко разделять. Это как позиция Иосифа Виссарионовича и Льва Давидовича. То есть это очень разные варианты. Вроде как бы они оба коммунистами назывались, но это был левоконсервативный и леволиберальный путь. То есть столица Коминтерна планировался Берлин. Рабочим языком Коминтерна был немецкий. Там не подразумевалось никакого Советского Союза. Весь мир должен был стать союзом республик. Это тоже был вариант глобализма. Но глобализм был в интересах всех людей. То есть не должно было быть разделение ни Элины, ни Грека, ни Иудея. Вот примерно вот так же должно было быть в глобализме. Есть глобализм, построенный на религии, как мы сказали. Ни Элины, ни Грека, ни Иудея. Это тоже вариант глобализма. Есть вариант на исламских законах. Исламская умма тождественная мира. То есть вариантов глобализма может быть много. Но тот вариант глобализма, который мы наблюдаем в последние годы. Это право-либеральный глобализм, это чисто корпоратократия, власть корпорации, власть структур финансовых, структур, IT-структур. То есть неважно как, главное, транснациональные корпорации. То есть они находятся над миром, они являются мировой элитой. Дальше находится прослойка международных институтов типа МВФ, ВОЗ, Мировой банк и далее по списку. И только после этого на третьем этаже находятся национальные государства с их правительствами. То есть все принципы, все распоряжения, которые даются со стороны корпораций, они приходят в условный ВОЗ или МВФ или далее их список называется большой. И дальше должны автоматически на уровне законов идти вниз национальные структуры. То, что сейчас мы в Европе наблюдаем, когда Польша посмела сказать, что ее конституция, высшее распоряжение Евросоюза, вызвало шок. Как так? Не может быть. Вот такие принципы должны были быть привязаны всему миру. То есть группа финансистов, корпораций собираются на совещание и принимают решение, вот делаем так, так и так. Далее вызываются чиновники назначенных международных структур. Этим чиновникам доносятся решения, и они уже в рамках своих протоколов эти решения начинают рассылать по национальным правительствам, которые под козырек и делают. Таким образом получается, что реальные власти, рычаги управления переместились. Должны переместиться. Или должны переместиться, частично, наверное, переместились. В любом случае это некий процесс по перемещению власти в руки этих глобальных финансистов, хозяев денег. Конечно. Одно из направлений глобализма, там просто есть разные глобализмы, есть то, что мы называем сейчас швабовщиной, есть инклюзивный капитализм чуть отличается, Жака Аталии глобализм тоже отличался. Они вот есть некие нюансы, но общее направление такое. Да, должна быть общая элита. У того же Аталии это называется кочевой элитой. То есть единая мировая элита, которая не привязана к территории, которая является общей для всего мира. Такая концепция есть. Но давайте обратим внимание вот на какую важную вещь. У них вообще-то нет мандата. Им никто мандат не передавал. Это, в общем-то, самозахват мандата на власть мы наблюдаем сегодня. Ну, а так всегда и происходит. Если ты право имеешь, и ты взял и смог доказать, значит, есть. Они по этому принципу двигаются. Если по-простому объяснить, то этих людей никто не выбирал, никто их не уполномочил на то, чтобы они совершали те или иные действия, которые, в общем-то, ждественны государственным решениям. Правильно. У них все хорошо, все замечательно. Но они допустили очень серьезную ошибку. Один из самых важных институтов для мирового контроля ФРС, печатный станок, Центральный банк, оказался под властью национального правительства. ФРС не выведен на мировой уровень, как МВФ, как ООН, как еще какие-то структуры, а оказался внутри национальной юрисдикции. То есть на третьем фактически уровне. И когда произошел перехват контроля в Соединенных Штатах с приходом Дональда Трампа, этой системы, этот вот план, который был, он был плавный, неторопливый, понятный, он был нарушен. Произошли, начались проблемы, начались нестыковки, началось дергание. Многие процессы были запущены раньше. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот со всем безобразием, которое есть в мире, с тем, что сейчас в Глазгах будут очень интересные мероприятия, оно очень так хорошо подведено к началу его, к Хэллоуину. То есть мы понимаем, что это заряженный такой цирк, будет очень интересно. Это вот оттуда же. Это был фактически фальстарт. То есть плавное течение зажимания было сломано. И вот эти вот четыре года, которые были в соответствии с направлением Трампа, они очень серьезно поменяли. Во-первых, расклады для Соединенных Штатов, во-вторых, расклады для мира. И у Соединенных Штатов, на самом деле, как у государства, им нужен был Трамп. Трамп был им нужен, я сейчас скажу вещь, которая нетривиальна, для гражданской войны. Я скажу более даже, Сижович, гражданская война была благом для Соединенных Штатов. Поясните теперь эту мысль. Да. Смысл был в чем? Стратегия Америка Great Again, она поразумевала очень интересный момент. Каждые 80 лет Соединенные Штаты перегрузку делают. Сначала это была война за независимость. Когда маленькая колония, сухопутная, превратилась в независимую страну. Между, ну, как бы, женская... Через 80 лет была война с севера и юга. Когда старая, менялась новым. Потом была перегрузка Второй мировой войной, когда смогли без внутренней войны. И сейчас они выходили как раз на ситуацию. 21-25 год, следующий 80-летний цикл. Почему Америка работает по 80-летнему циклу, именно сама как страна, никто не скажет. То есть вариантов много, но вот мы наблюдаем его эмпирически. Что происходит? Накапливается большое количество проблем Старого Мира. Появляются ростки Нового. Происходит серьезное событие, в рамках которого ресурсы Старого Мира просто ограбляются. Те, кто владел, у них забирают. И кидают их на развитие Нового Мира. И появляется Новый Мир более сильный. И с каждого такта Америка выходила более серьезным. Начиная от бедной, нищей, никому не нужной, далекой колонии, Америка превратилась в мирового гегемона. За три фактически такта. Вот это вот настолько было. Серьезно и сильно. И у них сейчас был следующий такт. И стратегия Америка Great Again, сделаем Америку снова великой, она была очень интересна. Ее цель была в том, что быстро, это самый оптимальный вариант, быстрая четкая гражданская война, в результате которой промышленники должны были взять под контроль ресурсы финансистов, сбросить большую часть этих институтов. Они не могли взять под контроль, они могли только ограбить и вытащить что-то. То есть у вас есть система, которую вы понимаете, вы не сможете с ней работать, вы можете ее разбить, вытащить оттуда запчасти золотые, продать их, собственно говоря, вот-вот и все. Вот так они могли сделать. И на вырученные деньги запустить новое развитие. И в 30-35 году Соединенные Штаты переходили в шестой технологический уклад раньше всех, в новый уклад, новые технологии. Эти технологии они запустили лет 10-15 назад. До этого стало четко понятно, что Соединенные Штаты, и вообще даже не соединенный штат, золотой миллиард потерял свои преференции, он перестал быть митрополией мира, они утратили технологическое лидерство. И дальше начиналась потеря экономического лидерства, военного лидерства и по списку. И для того, чтобы им спасти, им нужно было его вернуть. И вот вариант запуска новых технологий был открыт. Они убрали патентную защиту с роботизацией, аддитивных технологий, и на их основе планировало создание шестого технического уклада. И они вошли бы туда самый первый, 30-35 год. Это была гражданская война во благо. Это был самый быстрый вариант решить все внутренние проблемы. Да, это было жестко, да, это было болезненно, но с тем запасом мощности, с тем запасом, который у них был, это было бы падение, по-другому это не решить. Мы сейчас наблюдаем, как Америка гниет. Процессы этой нерасчищаемых проблем, они вот нам видны. И когда я в нулевых годах говорил, что Европа гибнет, у нее нет будущего, она прощается в музее, мне не верили. Вот когда я несколько лет назад говорил, для Соединенных Штатов есть риск гражданской войны, мне не верили. Потом, когда я говорил, что гражданская война – это благо для Соединенных Штатов, мне не верили тем более. Вот сейчас я говорю, сейчас шанс гражданской войны стал меньше, и это плохо для Америки. Чем это чревато? Это чревато тем, что они, во-первых, уже потеряли время, то есть сейчас переход, шестой уклад у них, 35-й, 40-й год, как и у всех, как и у той же России, у Китая. То есть они потеряли стратегический темп. Теперь этот темп может быть взят любым. То есть нет приоритета, нет возможности стать первыми. Для них, да, гражданская война болезненно. Они бы потеряли свою зону влияния в восточном полушарии. Доктрина Монро они бы. Они бы, может быть, даже вплоть до Латинской Америки от них в какой-то момент отпало бы. Но они бы вернулись бы, как птица Феникс, возрожденная, захватила. А сейчас нет. А сейчас они все ресурсы, которые можно было собрать и бросить на развитие, кидают их не понять что. Поскольку технологии, которые называются экологическими, они не дают основы для развития. Там нет энергетики. Там энергетика вторичная, то есть с меньшими коэффициентами. Перспектив тоже нет. С одной стороны, у вас 3D-печать массовая и роботизация. То есть это предприятие не конвейер, а завод, который очень быстро перестраивается с одного типа продукции на другой. И у вас качество мелкосерийной продукции такой же, как крупносерийная. Это совершенно другое. Но аддитивная технология, весь ширпотреб не нужно тащить через всю страну, через полмира. Вы его замечательно печатаете на местах. Маленький городок в 100 тысяч – оптимальное для жизни. До 90% населения можно заменить, роботизировать. Искусственная занятость создается. Это другой мир. И они его открыли. Но Джо Байден выиграл тем или иным способом. И мы наблюдаем то, что стратегия «Возродим величие Америки», она была ужата, прикрыта не до конца. Еще есть возможность вернуть. Сейчас, 22-й год, будут промежуточные выборы, которые, скорее всего, одна, а то и две палаты перейдут под контроль республиканцев, которые стали трампистами, которые пошли под контроль как раз этих вот элит уже зачищены. Но будем смотреть. То есть, как бы, эта стратегия не закрыта, но она не дает Америке стратегическое первенство. А насколько все-таки возможен вариант гибели империи? Они сейчас туда идут. Об этом мы поговорим сразу после новостей. Через несколько минут сейчас должны уйти. На паузу. С нами сегодня Андрей Школьников, корпоративный аналитик, стратег и геостратег. 5533-Вести, смс-портал, ватсап-вайбер, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Андрей Школьников, корпоративный аналитик, стратег, геостратег. Напомню, наши контакты, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И ватсап-вайбер, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции называется «Вести FM+,» с латиницей в одно слово. Подписывайтесь, будете в курсе новостей, друзья. У Андрея Школьникова канал в Телеграме называется «Геостратег» по-русски. Подписывайтесь, пожалуйста. Да, по-русски большими буквами. Легко найти. У Андрея всегда очень интересно и всегда по делу. А мой канал называется «Шафран» по-русски. Тоже вам буду признательна, если поддержите, подписавшись. А мы сегодня говорим о стратегии Соединенных Штатов Америки ввиду того, что наш главный геополитический противник. Поэтому, конечно, хотелось бы поподробнее обсудить, что там у них происходит и понять, каковы ближайшие перспективы. Перед уходом на новости мы остановились на вопросе, насколько вероятен сценарий гибели империи для Штатов. Вот, Андрей, вам слово теперь. Да, но как мы поняли, что благоприятный сценарий с гражданской войной, как это ни звучит удивительно, был действительно благоприятный, поскольку он давал краткосрочные проблемы и среднесрочные проблемы, но долгосрочно давал выигрыш. То есть Соединенные Штаты достигали технологического преимущества, причем очень серьезного преимущества. И тогда бы остаток 21 века, то есть две трети оставшихся 21 века, мы привыкли говорить, что у нас начало века, но у нас 21 год уже идет. Это был бы, конечно, век Соединенных Штатов, причем на новых принципах. Это было бы построение чем-то перекликающееся с тем, что называется, мы привыкли, Америка отцов-основателей, град на холме, но это был бы очень интересный проект. У него есть все шансы еще вернуться. Собственно говоря, он не потерян, но он перестал быть доминирующей стратегией для мира. Произошло это из-за того, что к власти вернулись финансисты, то бишь их ставленники. То есть люди, которые в большей степени ориентируются не на интересы США как государства, а на интересы транснациональных корпораций. Можно это посмотреть, как легко и ненавязчиво Соединенные Штаты вернулись в Парижское соглашение по климату. Как остальные структуры начали возвращаться. Даже если мы посмотрим, например, на количество прямых назначенцев Джо Байдена, там всего один англосакс. Просто для понимания по этническому составу. То есть вот эта Америка отцов-основателей, которая всегда была понятна, там ее практически нет. То есть меньшинство, народы, БЛМ как инструмент прорыва, это вот все там. И какая ситуация? Если у нас финансисты продолжают, то тогда для Соединенных Штатов это действительно грозится концом империи. То есть в 1927-1930 году Америка теряет свои геополитические доминантные положения. Мы сейчас это наблюдаем. То есть многим кажется, ну лет хотя бы 10 назад любые разговоры о том, что Америка может потерять свое положение, крутили у виска, говорили, мы не можем себе представить, как Соединенные Штаты могут потерять доминирующее положение в мире. Могут. Мы это наблюдаем. Мы наблюдали, как они ушли с Ближнего Востока. Они много лет пытались уйти оттуда. Трамп начал с того, что объявил, что мы уходим с Ближнего Востока и не мог это сделать. То есть и мучился. Вот это вот постоянно то начинается, то уходит потихоньку. С Афганистана не должны были уходить. Не так похабно, как это произошло. Тут во многом называется, можем даже... Есть, например, один из вариантов, что очень быстро с северной провинции перешли под контроль талибов. Запрещенная в России организация, да. И вот эти вот товарищи, которые сидели на окормлении, на издевении Соединенных Штатов, они просто не успели перейти границу. Потому что, представьте себе, вот пара миллионов товарищей из Афганистана, которые все эти годы сотрудничали с американцами, они по открытым коридорам уходят на север, в Среднюю Азию, чтобы это было. А тут не получилось. То есть тут как бы есть такой вариант может быть. Но они очень быстро убежали. У них начинаются проблемы по всему миру. 24-25 год, это по тем тенденциям, которые сейчас есть Соединенные Штаты, уходят из Европы в военном плане. 26-27 год, Дальний Восток. Последним, кого Америка оставит, будет Япония, как база. То есть вот это вот уход Америки. И 27-30 год, это потеря Америки из субъектности, ну не субъектности, лидерства в мире. И уход из восточного полушария. Вот если все оставить, как сейчас есть, какие сейчас есть тренды, плюс все это сопровождается тем, что деньги, печатные ресурсы, все кидается на поддержание глобального мира. транснациональных компаний должна быть возможность получать прибыль. А эта прибыль в условиях падающей экономики, урушающей экономики, будет собираться с реальных хозяйств. Это десятки миллионов банкротящихся домохозяйств, это люди без работ, это голод в Соединенных Штатах. Вот что это такое. Поскольку все ресурсы будут кидаться, это именно в рамках гибели империи, будут кидаться на поддержание транснациональных компаний. Это очень болезненный сценарий, поскольку после него Соединенные Штаты падают по уровню на уровень примерно Бразилии. То есть после этого сценарий для Соединенных Штатов это большая Ибера Америка, Америка, стоящая из двух континентов, южного и северного, говорящая в основном на испанском языке, в традиции Латинской Америки, и это леволиберальный проект. То есть тот самый, который сейчас долгие последние годы был с Берни Сандерсом ассоциировался. Вот это вот оно. То есть фактически это гибель Соединенных Штатов как есть. Следствием чего, например, если это будет происходить, мы увидим такую непривычную нам ситуацию дикую, как миграцию десятков миллионов ВАСПов, белых американцев, в Австралию. Это не является чудом. Это вполне нормальный, реальный сценарий, если они пойдут по жесткому варианту и будут максимально задавливать, продолжать белое население, уничтожать свою промышленность, экономику. Вернуть ее легко и быстро не получится. А они сейчас не хотят возвращать. Сейчас вот в Глазго будут обсуждать выбросы метана. Но если Америка подпишется, это жестко, это катастрофа для ее отрасли. Нефть и газодобывающие. Поскольку сланцевая нефть требует... Это постоянное бурение идет, изменение траекторий. Откройте, например, Даллас, просто вот на карте, и увеличенную карту из спутника, посмотрите, вокруг него куча этих точек. Этого точки, это добыча шла нефтегаза, сланцевая. И вот систему сбора попутного газа поставить не получится. Это сильно удорожает. Значит, это все будет закрываться. То есть Америка остается без ресурсов. Промышленность начинает закрываться еще быстрее. То есть то, что Трамп говорит, я не верю в экологизм, я хочу, чтобы промышленность была, и я вот на это делаю, они сейчас и закрывают. У них всего из одного сенатора не получилось протащить через Сенат жесткие ограничения по угольной отрасли. Потому что этот сенатор, он демократ, но он представляет интересы штата, где добывается уголь. И он объяснил, что я не могу под это подписаться, поскольку у меня избиратели, ну давайте мягкое слово не поймут. Ну да, если не мягко. Да, да, да. То есть как бы да. И он заблокировал это. Сейчас в 22-м году будут до выборы. Плюс в Соединенных Штатах так и не смогли сменить Конституционный суд. Там как бы номинально 6 консерваторов, 3 демократа, ну там либерала, но по факту ну где-то 5 с половиной на 3 с половиной. А так, потому что там есть парочка консерваторов, которые по некоторым позициям перебегают на другую сторону. То есть вот такие вот не очень называются. Но все равно ситуация осталась. И заблокировали изменения. Вот если 22-й год меняется, то Америка great again может быть. Если не меняется, если Америка переходит к полуторапартийному консенсусу, причем соотношение то, что промышленные элиты стали за республиканцами, а не за демократами, это воля случая. Ну просто вот так этот раздел был параллельно партии идет, через партии шло. В республиканской партии было очень много представителей, которые были от финансистов. Ну тот же Джеб Буш. Плюс далее там по списку очень много. Они как раз им без разницы было, то есть на промышленный интерес, на интерес Америки они тоже были от финансистов. Давайте понять последние 50 лет это как раз были транснациональные компании. И все люди, которые сейчас сделали карьеру, выросли, которые политически чего-то добились, они все росли в это время. Они все знали, что для того, чтобы карьера была правильная, ты должен делать раз, два, три и далее по списку. Интересы вот эти выше. Поэтому найти людей, которые готовы строиться, это касается и армии, и политиков, да кого угодно. Очень-очень много людей, которые интересы транснациональных компаний ставят выше интересов страны. Ну а можно так сказать или предположить, что бумерангом в какой-то степени возвращается или может вернуться Америке все то, что она продвигала все последние годы? Конечно. Повестка. Конечно. Когда мы наблюдали картину, как цветные революции оказывается бывают и в Соединенных Штатах, их механизмы могут применяться, ну, некое чувство удовлетворения, оно, конечно, присутствовало. Поскольку, если вы этот инструмент используете в день непопуде, уничтожая, когда вы начинаете говорить, что вот это вот демократы, почему? Потому что мы их признаем, ну, замечательно. То есть, как бы, ну, да, конечно, это к ним вернулось. И поэтому вот эти вот вилка вариантов величия Америки и гибель империи, это та, где находится Соединенные Штаты. Вот она между ними. Вот между этими базовыми двумя стратегиями Америка и пытается жить. Они не готовы были выбрать. Трамп долгие годы шел, то есть, есть еще последний легион, где мы плавно отступаем, контролируя, не сразу убегаем, как это вот произошло в Афганистане, вот по зеленым, три зеленых свистка вверх, и мы все дружно оттуда побежали. И весь мир насаждается картинками и говорит, что это было, ну, нельзя так терять лицо. То есть, вот так вот это было. Это можно было сделать на две-три недели позже, тихо, спокойно, без вот этого всего. Но сделали, как сделали. Плюс момент, почему, например, так произошло. После победы Джо Байдена на выборах, где-то полгода силы, которые стояли за Трампом, они были, ну, не подавали признаков жизни. Их зачищали, то есть, это когда вот фронт прорван, и дальше называется, вот сколько есть ресурсов, столько и шли. Вот так вот демократы и там стоящие финансисты захватывали все, что могли. А потом они, наконец, собрались. То есть, было как раз в конце мая, в начале мая было выступление отставных генералов, адмиралов, когда они намекнули, что это неправильно. Дальше было выступление Трампа, где он сказал, что все называется, вот мое направление. И он обозначил политику вплоть до того, что он, в принципе, как бы готов и в Конгресс пойти. Это для него резко падение статуса, но пойти туда, как в трибуну, как блокировать действия демократов. Они собрались из партии, выгнали всех ренегатов, которые, называется, плохо себя вели и не поддерживали линию партии. Идет сейчас активная борьба по блокированию деятельности губернаторов, которые, даже если они республиканцы, но которые не проявили настойчивости вплоть до того, что ограничения по выборам для них. То есть, их полномочия на влияние на выборы. То есть, очень жесткая сейчас идет борьба на то, чтобы хоть что-то вернуть. Они очень много потеряли. И есть иллюзия, что можно пройти между. Вот между капельками, между этими двумя вариантами, попытаться по среднему варианту. Теоретически, да. Это потеря темпа. Это вот средний вариант. Он сохраняет Америку, но Америка позже может перейти в новый мир. То есть, последний регион дает позже. То есть, тоже сам 1935-1940 год, шестотехнологический уклад. Трамп долгое время шел между Америка, Грейт и Гейн последним легионом с одной стороны. То есть, он пытался делать все плавно, но двигался в ту сторону. Байден идет между гибель империи и последним легионом. То есть, у них политика на самом деле по многим вопросам близкая. Но они один чуть в одну сторону сдвигаются, другой в другую сторону. Потому что интерес Соединенных Штатов, они все-таки отстаивают. Один сильнее оставил, другой меньше. Как могут? Не полностью. То есть, Байден не полностью пишется, идет под контроль глобалистов, именно право либеральных. Если бы это было полностью, то без проблем были бы приняты все постановления закона по ограничению нефтегазовой отрасли, закрывалось бы все. То есть, для Америки это была бы гибель. Это была бы гибель остатков промышленности. Все равно как-то пытаются лавировать, не до конца зажимают. Поэтому у Америки сейчас она опять будет в очередной раз на перепутье, если раньше не было все понятно. Выбирают Трампа второй раз. Это все начинает, доходит до небольшой гражданской войны, в рамках которой вполне вполне применение тактического агентарного оружия на паре городов погло могло быть. Ну, решаемая задача. И быстро, четко они начинают перестраивать мир. Сейчас сначала свою Америку перестраивать, потом мир. Да, они бы очень много потеряли, но у них есть запас прочности, очень большой запас прочности. Больше у них никаких шансов не было так быстро перегрузиться. Да, это болезненно, это дико, гражданская война, это страшно. Но с точки зрения интересов страны долгосрочной, это был шанс. Вот нам пишут, потеря Америки благо для всего мира и России в частности. Да, они будут страдать, мало им будет, США стали источником зла на земле и пора от него избавляться. А какова альтернатива? Вы себе глобализм на китайских законах представляете? Здесь серединная империя китайцы, китайский мир и есть дикие варвары. Это не лучший вариант глобализма. Давайте понимать, что тот же экологизм, который, например, даже он без Америки может быть построен, который у нас сейчас происходит, который нам пытаются навязать, он тоже может быть называется внедрен без Америки. Тут нужно понимать, что Америка как глобалистский проект, как проект именно транспорциональный, это одно. Америка как государство, там есть зазоры, она не хорошая, не плохая, она за много чего отвечает. Это те же самые англосаксы в основе своей. Но, по крайней мере, с ними можно хотя бы договориться, с ними можно разойтись бортами, хотя бы теоретически. С текущими глобалистами нет. У них четкая, понятная картина мира. Или они владеют всем, или этот мир им не очень нужен. Так что это не лучший вариант, но такая Америка как бы была интересная. Она была даже чем-то красивой с точки зрения человечества, Америка отцов-основателей. Но мы сейчас можем наблюдать картину, когда будет два континента, Большой и Бер Америки. То есть испаноязычные, не испано, а Америки и Португалы испаноязычные. На этих принципах, леволиберальных принципах. И уровень Соединенных Штатов современный, и Бразилии будет примерно одно и то же. И вот такое будущее может быть. И мы его можем даже увидеть в недалеком, ну, лет через 10-15 вполне. Фантастически, конечно, развиваются события. Нам казалось, Очень плотно все, конечно. Какие-то тектонические сдвиги и фундаментальные потрясения это все в прошлом с нашими бабушками и дедушками происходило. Мы вначале находимся в этих тектонических сдвигах. Мы же долго человечество... Мы сейчас к человечеству строили глобальный мир, строили криво, коряво, без нормального планирования. Это все сейчас рушится. С помощью этих ограничений ковидных мы не видим этого обрушения. У нас зафиксирована ситуация, прошлые порядки, принципы. Но то, что нужно перестраиваться, подстраиваться под новые законы, то, что нужно эволюционировать, нам не дают. У нас падение экономическое, у нас технологические цепочки рассыпаются, нужно по-новому все делать, а не получается, поскольку система построена сейчас так, чтобы удержать старое. И зазор между тем, что удерживается, и тем, соответственно, куда это все должно будет упасть, дно все больше и больше. То есть тот уровень падения экономики, который изначально должен был быть в районе 50%, такими темпами еще ниже упадет в мировой экономике. И мы это все будем наблюдать. Мир очень сильно изменится. Когда гегемон уходит, но вспомните, как была ситуация, когда гегемон советского блока, третий мира, Советский Союз распался. Что это было? Как это меняло? Что сразу вылезло? Какие только... Какие демоны, какие скелеты не стали выползать? Кого только не появилось, что только мы не узнали о себе? И вот сейчас это то же самое происходит с Америкой. Причем бить-то будут не по транснациональным компаниям даже, а бить будут по Америке как государство. Ну, не то чтобы их жалко, но находясь там в стратегической позиции, немного абстрагируясь от этого, ну, есть за что. Интересно, что при этом даже среди российской элиты продолжает оставаться большое количество, скажем так, симпатизирующих этой стране акторов, которые все никак не могут срастаться с иллюзиями, не понимая, что не по той траектории будут разворачиваться события, по которой им хотелось бы. Ну и мы, конечно, должны еще раз для себя осознать, что для нас, во-первых, это шанс. Я бы вот сделала на этом акцент. Абсолютно. То есть вопрос стоит... Это очень дикий большой шанс. Вопрос стоит не о том, что мы должны как-то выжить, там, перебиться, да, а вопрос стоит по-другому. Для нас это, наоборот, шанс на выйти новый качественный уровень. Так выходит? Абсолютно. Мы можем себе вот сейчас по итогам всех вот этих событий вернуть даже больше, чем мы потеряли в начале 90-х годов, в конце 80-х. А что входит в это больше? А зависит от того, куда мы пойдем. Мы говорили о стратегии... У России будет развилка. Или мы идем на инерционный сценарий Третий Рим, или мы идем на дальневосточное направление. Ну, сначала там через левый поворот в дальний восток. И от этого будет зависеть. Если мы идем на Европу, на запад, тогда, собственно говоря, восточная и центральная Европа попадают в нашу зону влияния. Совсем признан. Если мы идем на дальний восток, тогда в нашу зону влияния попадают дальневосточные страны. Япония, Корея, Вьетнам. Как бы это дико ни звучало. Россия единственная, кто может их защитить. И последний вопрос, минуту у нас остается. Как это падение Америки повлияет на наши элиты? Вот если кратко и конкретно. В какой-то момент у них конкретных людей появится понимание, что им больше некуда звонить. Вот это вот дикое ощущение, когда у тебя есть право на звонок, и ты туда больше позвонить не можешь, и через некоторое время это вот все узнают, кому ты задолжал, кому ты сделал плохо, больно, и они к тебе придут и спрасят, ну что, помогли тебе твои ляхи? Называется. Вот это будет красиво. Это момент, когда карета в тыковку превратится. Да, и мы будем наблюдать, как люди, которые уже отвыкли от резких движений, начнут пытаться перебываться. Вот вдруг выяснится, что он криптоконсерватор и патриот окажется. Криптопатриот и криптоконсерватор. Это смешно. Ну, Штирлиц в тылу врага, он все эти годы был, да. Кто-то, называется, убежит, кто-то попытается сделать, а большая часть будет делать, видишь, что ничего не значит. И до первого большого косяка, когда у них спросят. Очень занимательная будет картина. Спасибо вам большое. Ждём с недовольностью. Эту картину мечтаем о ней. Андрей Школьников, корпоративный аналитик, стратег, геостротег был сегодня с нами. Всего доброго.